Друзья, привет! Наконец-то я получил груз на Флориду. Ух, надоела уже эта зима. Если честно, три недели катаюсь по вот этому снежному беспределу. Тут и снег, и лед, и гололед, все на свете, то есть и надоело. Вот спрашивали меня, почему Флорида? Почему я выбрал Флориду? Да потому что во Флориде все-таки кайф, когда лето, 365 дней в году, и вот на данный момент в Флориде около 30 градусов, а тут, ну, сейчас вот минус 4, вчера было минус 12, там пару-тройку дней назад было минус 17, 18 и 20, ну, такое себе, короче, удовольствие. То есть по кайфу это так, чисто выскочить, прокатиться, и то, я говорю, мне за три недели уже вот где эта зима. Вот, как бы, знаете, на снег не насмотрелся, можно все убирать. Так вот, получил я груз на Флориду, едем. Надо помыть своего крепыша, потому что, ну, это первый раз, когда мойка ему действительно нужна не для того, чтобы он просто блестел, а реально его нужно отмыть от всей этой соли. Вот, посмотрите, кристаллики, видите? Вот такая соль. Тут все это этим засыпает. Кстати, она очень даже так опасно прилетает в стекло в лобовое. Мне скол оставил, наверное, такой кусочек, потому что я ехал за машиной, которая посыпала дорогу, а посыпает она вот ровно вот, кстати, такими кристаллами, так скажем. И прилетел мне, короче, осколочек, по ходу дела, и оставил, оставил скол. Вот, так что обидно. Вот, короче, тачка грязная, тачку надо мыть, и мыть надо хорошо, чем, собственно, я и займусь, когда доставлю этот трейлер. Кстати, по поводу загрузки, приехал сейчас на такую пустынную территорию. Помните, была серия, когда я ездил там по одному спидвэю, гоночному треку и искал трейлер. Так вот, это было то же самое. Я сюда приезжаю, на моем трейлере был точно такой же замок. Я думаю, ну, вообще нормально. Приехали. Потом подъехал дядечка один, говорит, сейчас я тебе, говорит, помогу. Сейчас я этот замочек, говорит, уберу. Вон они два замка лежат. Это с моего трейлера, и рядом еще один трек, сейчас забрал трейлер. Вот так, чтобы не укатили, чтобы не утащили. Этот трейлер едет на Амазон. Вот, я его привезу на Амазон, там его сброшу. Все, и домой, наконец-то на отдых. Заслуженный, долгожданный отдых. Ну ладно, что-то я разболтался. Погнали. Ах да, и еще забыл сказать. Каждый раз, когда везешь почтовый груз, трейлера просто оставляют желать лучшего. Я пока забирал этот трейлер, ну, пока цеплялся, пока все проверял, я этому мужичку, который снимал замок, сказал, говорю, я говорю, просто какой-то джанкьерд плачет сейчас горькими слезами, крокодилями по этому трейлеру. Он смеется, говорит, да-да, говорит, ты прав. Зато с подкачкой, с центральной. Все такое ржавое. Ну, собственно, регистрация есть, инспекция на трейлер есть, осветительные приборы работают, колеса, тормоза на месте, значит, можно ехать. А? Хрюндель. Грязный. И все же возникла у меня проблемка прямо в начале пути. Мне пришлось поменять трейлер, потому что как я его только зацепил, как только тронулся, он бедный закряхтел, запыхтел, зашипел. Там утечка воздуха была, в общем. Вот, поэтому я сказал ребятам, я говорю, ребят, либо мы его делаем, либо мы его меняем. Они говорят, да без проблем, давай поменяем. У нас, говорит, этих трейлеров здесь вообще много. Так что дадим тебе любой другой. Идет в это же место, в эту же точку сброса, так скажем. Поэтому я зацепил другой трейлер. Протянул его маленько, все проверил. С этим все нормально. Сейчас тандем пододвину. Как я уже говорил ранее, двигаю тандем. Почему? Потому что, во-первых, занос трейлера большой. Во-вторых, получается, когда маневрируешь на тракстапе или где-то паркуешься, то есть возможность вот этим углом кого-то зацепить, кого-нибудь снести. Потому что эту сторону как раз, ну, ее не видно во время парковки. А также, получается, курсовая устойчивость у трака с трейлером лучше, когда тандем стоит дальше. Ну, вот и все. В общем, забираем этот ледниковый период и едем грузиться, разгружаться в солнечную Флориду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На улице прям зимняя сказка. Несмотря на то, что снега нет или его прям, прям минимум. По крайней мере, так ощущается, как в сказке. Все во льду, все заморожено. На улице минус пять. И я не знаю, то ли здесь прошел дождь, может быть, опустился туман, была влажность. Но замерзло все, буквально каждая веточка, каждая травиночка. Выглядит все очень красиво, интересно. Камера, ну, вряд ли, конечно, это все дело передает. Я вообще извиняюсь за грязное стекло. Погода такая. На тракстапе потом помоем. Будет справляться. А еще также хотел сказать, что еду по тому самому маршруту, по которому ехал неделю назад. По 75-му интерстейту. Когда, помните, проезжал перевал. И на юг он был закрыт. Из-за пильного снегопада и любителей летней резины. Скоро будет этот перевал. Прям не терпится посмотреть, что там. Есть снег или нет? Как мы его пройдем? Я думаю, что все будет хорошо. Ну, вообще, вот эта часть маршрута до Южной Каролины будет такая прям очень живописная. Да, она вообще вся живописная. Это природа и весь маршрут. А там дальше будет Джорджия. А там дальше будет Флорида. Солнце, пальма. Красота. Ну, а пока что наслаждаемся вот такими пейзажами. Кстати, солнца нормального. Прям неба чистого. Не видел уже очень давно. Вот постоянно вот такая серость. Ну, к этому тоже привыкаешь и нормально. Пока я тут катаюсь по горам в поисках снега, решил поделиться с вами, показать и рассказать, какую легковую машину в Америке можно купить по цене поддержанной Priora в России. Точнее, за 180 тысяч рублей. Так что, смотрите. Друзья, это тот самый Мерседес, который я брал у своего друга покататься на недельку. И помните, насколько я тогда был этими эмоциями переполнен от того, как эта машина едет, как едет этот V8. И мне он настолько тогда понравился, когда я его вернул обратно своему другу и сказал, что, слушай, классный аппарат. И по прошествии там небольшого времени мой друг позвонил мне и говорит, слушай, если ты хочешь, ты можешь его купить, потому что я собираюсь его продавать. И назвал мне такую цену, от которой я не смог отказаться. Я не смог сказать просто нет. Я сказал, да, я его забираю. И на самом деле, несмотря на то, что машина старая, она дарит кучу эмоций, потому что, опять-таки, это все из-за двигателя. И будь там какой-нибудь V6 или рядная четверка, я бы даже не посмотрел в его сторону. То есть я сказал, ну, хочешь продавать, продавай. Вот, но здесь стоит V8, здесь 5 литров, здесь 306 лошадиных сил. И эта машина еще и на чипе. Тот момент, когда ты купил новый старый автомобиль и тебе срочно что-то нужно заколхозить в нем. В моем случае это тонировка. И я приехал сегодня опять к Королсу. И он займется моим новым старым автомобилем. Ждем, сейчас он подъедет в привычное местечко. Тут у нас пленочка. Все как всегда. Ну что, приступим. В первую очередь, что мы сделаем, мы очистим стекла от старой тонировки. Дело в том, что здесь есть небольшая тонировочка, и она уже выцвела и поцарапана. Просто мы думали сначала кинуть тонировку сверху, то есть еще один слой. Но решили не экономить на времени и средствах. И решили сначала все убрать, почистить и нанести новую. Так будет более правильно. Будет смотреться хорошо. Все, сейчас Королс как раз запустит процесс нарезания пленки. И потом уже будет убирать пленочку со стекол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Машина затонирована. Смотрим, какой получился результат. Значит, у нас на переднем стекле 35-я пленка. И полностью вся машина тонирована пятнашкой. Смотрится прям очень классно. Самый простой тюнинг, который меняет внешность любого автомобиля. Это тонировка. Все, сейчас поедем тестить. Как оно? Я не знаю. Он просто прекрасен. Я на него смотрю, любуюсь, езжу на нем, мою его. И он мне настолько нравится, что я даже о другой машине мечтать не могу. Да, конечно, я бы мог бы пойти в салон и купить себе какую-нибудь новую тачку. И потом уже как-то с ней как-то жить. Но дело в том, что я, наверное, из тех аналоговых людей в цифровом мире, которые любят вот эти машины. Реальная машина. То есть, которая проектировалась инженерами, а не маркетологами. Так вот, для чего же я ее, собственно, купил? Ну, наверное, в первую очередь, чтобы ездить. Вот. Да, да, я буду на ней ездить. Но потом, возможно, я сделаю из нее проект. Возможно, я ей отрежу крышу, наварю дуги, поставлю грязевую резину. Вы думаете, такого не бывает? Смотрите тогда на эту картинку. Бывает. И отправлюсь топиться просто в болото Флориды. А, возможно, я заварю ей все двери, налью туда воды, и это будет джакузи. Шучу. Я не могу такого себе позволить сделать с этим автомобилем. Да и вообще, в принципе, то, как я отношусь к технике, нет. Увы, но нет. Это не ко мне. То есть, по наматыванию машин на столбы, это как бы не ко мне. И мне они очень дороги, какая бы машина ни была. А особенно дороги, когда они выглядят хорошо. То есть, они в классной комплектации, они с классным мотором. И я понимаю, что их надо холить, лелеять, любить и на ночь одеялом укрывать. Так вот, пойдемте, пройдемся вокруг, и я покажу вам, что это за машина. Так вот, пойдемте, пройдемся вокруг, и я покажу вам, что это за машина. Данный автомобиль 2004 года выпуска. Напомню, Mercedes, Benz, E-класса, E500 в кузове W211. Машинка приобреталась в далеком 2004 году во Флориде и эксплуатировалась тут же во Флориде. А значит, по ней видно, что это дорестайлинг. Видно по переднему бамперу. В бампере отсутствуют также форсунки омывателя. И здесь опционально может находиться вот в этих молдингах датчики парковки. Их тоже нет. В целом, машина очень даже в хорошей комплектации. И сразу скажу, по передней части было небольшое ДТП. Красилось переднее левое крыло, красился капот, бампер. И ремонтировалась вот эта фара. Точнее, крепление фары. Фара не потеет. Все как бы покрашено. Из минусов есть небольшая трещинка здесь на самом крыле. А так, в целом, машина по зазорам ровная. Что не может не радовать. В процессе ДТП подушки не сработали. Так как это было такое достаточно легкое ДТП, водитель просто догнал впереди идущую машину. В целом, по кузову машина сохранилась очень хорошо. Сзади все ровненько. Также все по зазорам. Сам еще не могу поверить, что мне достался такой живой экземпляр. Давайте заглянем под капот. А вот и тот самый легендарный двигатель. Достаточно выносливый. V8 на 5 литров. 306 лошадиных сил. 460 торка. Крутящего момента. И все это дело работает в паре с 5-ступенчатой коробкой. Автоматической коробкой передач. Значит, сразу скажу, что было сделано под капотом. Был поменен вот этот блок АБС. И у данного кузова это, можно сказать, болячка. Потому что они очень часто выходят из строя. Здесь уже эта проблема решена. Что касаемо ремонта фары. То есть, это было как-то вот так сделано. В целом, все выглядит достаточно неплохо. Двигатель чистый, сухой. Никаких следов потека масла. И он даже масло не подъедает. По крайней мере, сколько я на нем ездил. И в тех диапазонах, в которых я на нем катался. Масла он меня не съел. Посмотрим, что будет дальше. Так, пойдем заглянем в салон. Посмотрим, что там. Расскажу вам, покажу, как выглядит салон. Так, добро пожаловать в салон. И здесь у нас кроется роскошь и богатство для 2004 года. Я, если честно, не очень-то люблю серые салоны в автомобиле. И есть у меня тут мыслишки, конечно, по этому поводу. Но в первую очередь, вот видите вот это? Wood Edition by Papa Carlo. Я про деревянные вставки. Я бы это все дело, конечно, убрал бы. Потому что мне это не нравится. Но об этом мы потом поговорим. Что ж, поехали тут. Начнем с водительской двери. Значит, здесь у нас расположился блок управления стеклоподъемниками. Регулировка сидения водительского. Память сидений. Регулировка зеркал. Ниже есть кнопочка открывания багажника. Вот само сидение. Для пробега 109 тысяч миль. Оно сохранилось очень даже неплохо. Да, необходимо сделать более глубокую очистку. Детейлинг тогда будет. Химчистку. Тогда будет все получше. У нас такие бардачки. Далее. Значит, что у нас тут? Рулевое колесо. Давайте с него начнем. Да, оно такое уже, конечно, затертое. Но, тем не менее, это все дело очень быстро можно освежить при желании. На руле стандартно расположились кнопочки. И даже пиктограммы у них еще не потерты. То есть, все рабочее рулевое колесо стандартное. То есть, его родное. Управление меню. Управление громкостью. И также управление телефоном. Расположилось на руле. Значит, три подрулевых переключателя, рычага. Значит, верхний отвечает за круиз-контроль. Средний отвечает. Он такой многофункциональный. Он отвечает, получается, за повороты, дальний свет и стеклоочиститель. Ну, и также омыватель. И ниже рычаг регулировки вылета. Короче, в двух плоскостях рулевой колонки. Приборная панель. Все выглядит достаточно просто, понятно, читаемо. То есть, у нас расположились... Тут вот немцы настолько пунктуальные люди, по ходу дела, что они просто отдельный колодец уделили для часов. Далее идет у нас спидометр. Спидометр в милях. Ну, соответственно, тахометр. Стрелочка, точнее, датчик, который показывает у нас вот здесь температуру двигателя. А с этой стороны у нас датчик, который показывает количество уровня топлива. Ну, и посредине у нас здесь в самом спидометре кроется меню. Далее у нас климат-контроль идет. Блок управления климат-контролем. Климат-контроль здесь четырехзонный. То есть, в машине могут разместиться пять человек, но комфортно будет четверым. И вот эти четыре человека могут настроить себе климат-контроль. Температуру отдельно. То есть, управление идет температурой для каждого пассажира переднего. Управление вентилятором. Включение самого кондиционера. Направление в рот, в уши, в ноги. Там, куда это все дело будет дуть. Здесь также управление автоматической температурой. Вот. Собственно, ниже у нас расположилась мультимедиа. Мультимедиа родная. Значит, в ней отсутствует камера заднего вида, так как это 2004 год. Опционально может быть навигация, но я не знаю, возможно, у меня нету этого самого диска. Потому что здесь дека вот эта пустая. То есть, возможно, просто нет диска, поэтому навигация не показывает. Вот. Собственно. А так все работает, и музыка играет для 2004 года очень даже неплохо. Чего не люблю реально в машинах, так это заглушки. То есть, здесь у нас опционально может быть чуть больше функций. То есть, здесь может быть подогрев, охлаждение сидений, управление задней шторкой, которой нет. Вот интересная функция. Это, наверное, как разбудить своего попутчика в дороге. То есть, если я нажму на эту самую кнопку, которую я вам показал, то таким образом, ну, владельцы Мерседесов, те, кто на них ездил, знают, что произойдет. А, зажигание надо включить. В общем, подголовники упадут. Далее. Центральный замок, отключение курсовой устойчивости, которая не отключается до конца. И, соответственно, аварийка. И здесь также у нас потайная кнопочка, которую также не открыть, потому что здесь у нас... Сейчас не вставлю ключ. А, нет, смотри-ка, открылся. В общем, сидит шейнджер на 6 дисков. Дальше у нас расположилась пепельница. Да, в 2004 году, наверное, курить было модно, потому что вот она, пожалуйста, сама пепельница. Место, где можно было притушить сигарету или куда ее можно было положить. Даже тут есть такой желобок. Далее у нас идет селектор КПП. То есть здесь все стандартно. Также есть ручной режим. Можно переключать самостоятельно передачи. И здесь, так как это не Е55 или не Е63, то есть подрулевых лепестков здесь нет. Хотя они могли бы быть здесь, если бы была другая комплектация. Вот. Переключать можно с помощью движения влево-право. Вот именно самого селектора КПП. Сама кнопочка, которая отвечает за переключение коробки или режимов. В общем, комфорт и спорт. И далее идет пневма. То есть есть пневма, есть управление амортизаторами. Но не в этой машине. Об этом чуть позже расскажу. Мне очень нравится вот эта вот вещь. Как это все реализовано. То есть это подстаканник двойной. И на самом деле такая достаточно хитрая и очень интересная конструкция. Очень мне доставляет, короче, удовольствие. Дальше у нас идет подлокотник. То есть он двойной такой. Не сильно большой, но достаточно вместительный. Также здесь есть дополнительное место хранения, допустим, тех же, наверное, визиток. Потому что на такой машине должен ездить какой-то, наверное, предприниматель, бизнесмен, который будет раздавать визитки налево и направо. По пассажирской, значит, двери у нас также идет регулировка сиденья на двери. Также память сидений. Ну и управление одним единственным стеклоподъемником, которое установлено, ну, собственно, с самой этой двери. Дальше. Хотел обратить внимание на такие фишечки Мерседеса. Я раньше с этим просто не сталкивался, поэтому показываю, рассказываю, может, кому-то будет интересно. Собственно, 2004 год. Но они настолько заморочились, что сделали защитный козырек двойной. То есть если вам солнце будет вдруг светить сбоку, то есть вы можете закрыть таким образом и боковую часть, и переднюю часть впереди себя. Здесь же у нас на потолке разместились кнопочки вызова служб. Помощи на дороге, если в момент аварии. И, кстати, она должна срабатывать автоматически. И проверять я это не хочу. Управление люком и управление осветительными приборами по всему салону. А еще, кстати, вернусь к самому солнцезащитному козырьку. Мне было просто интересно, что это такое. Я думал, что изначально это какие-то типа пружинки. Оказалось, что это контактная группа, которая замыкает контакт, когда ты открываешь этот козырек солнцезащитный. И таким образом... Опять-таки зажигание выключено. И таким образом, когда замыкает контактная группа, здесь зажигается лампочка. Ну-ка, сейчас возьмем ключик от машины. Вот. Я включил первое положение. Собственно, вот так это дело и все. И работает. То же самое и на водительской стороне. То же самое и здесь. Так, пойдем посмотрим, что у нас сзади. Как я уже сказал, что в 2004 году курить, наверное, было модно. То есть, есть пепельница. Также есть стеклоподъемник, в принципе. Ручка открывания двери. Подушка безопасности, которая вшита здесь. Собственно, и все. Есть минусы, конечно. Вот смотрите. Со временем, да. То есть, как бы, материал начал отклеиваться. И, как бы, вот так это дело все выглядит. Но это очень все быстро поправимо. То есть, как бы, это все делается. Также дополнительный дефлектор, который расположен в стойке. Который будет вам дуть туда, куда вам будет надо. Куда вы его направите. И, собственно, сам диван. Повторюсь, что, как на мой взгляд, так это дело все не в таком уж плачанном состоянии. То есть, сохранилось все это с 2004 года очень даже неплохо. Есть подлокотник. В котором есть разграниченный такой органайзер, так скажем, куда вы можете положить свою ту же ручку, визитки, что-либо еще. Кошелек, например. А также есть подстаканник. И тут уж выбор, наверное, либо поставить две бутылочки, либо поставить одну, но побольше. Тот самый климат-контроль для задних пассажиров. То есть, также есть два дефлектора, которые перекрываются. И здесь, значит, загорается дисплей. И здесь будет указана температура. И посредством вот этих двух кнопок можно будет выбирать тот или иной температурный режим, который будет вам удобен и комфортен. Здесь может без проблем усесться. Три человека сзади, но комфортно будет лишь двоим. Да, салончик не первой свежести, конечно. Есть недочеты по салону. Вот. И, возможно, я с ним что-то сделаю. Вот эти самые недочеты. Но вот когда ты сидишь впереди, то ты этого дела всего не видишь. А езжу я на этой машине один. Вот. Но они есть. Но они есть. Вот эти вот недочеты. Кстати, в ночное время очень интересно реализовано решение подсветки. Дело в том, что вот эта подсветка, вот эта люстра, у нее бока подсвечиваются спереди и сзади оранжевым цветом. Выглядит это очень уютно, комфортно. Доставляет комфорта дополнительно. Любая мелочь в машине, будь то регулировка дефлекторов, на стойке или на центральной консоли, все подсвечивается. Также дефлекторы подсвечиваются на приборной панели. Даже сама замочная скважина у перчаточного ящика, она тоже с подсветкой. То есть, я уж молчу про дверные ручки, которые тоже в ночное время подсвечиваются. Подсвечивается зона под ногами у водителя, пассажира и у пассажиров вот так же сзади. Вот. И это 2004 год. То есть, я думаю, что эта машина, 17-летняя, даст фору еще новым машинам. Да, я, конечно, понимаю, что сейчас новые все машины, даже те же корейские, сейчас оснащены по последнему слову техники. Но, я повторюсь, я, наверное, из тех людей, которые аналоговые люди в цифровом мире. То есть, я люблю вот такие тачки. И я очень рад, что эта машина досталась мне в мое пользование. Ну что, друзья, собственно, вот такой получился мини-обзор этого автомобиля. Я очень рад с вами поделиться этим. Да, я знаю, что не показал техническую часть этого автомобиля. То есть, я не показал ее снизу. Но будут технические серии, там, где я буду ее обслуживать, буду менять масла, фильтра, техжидкости. В общем, я ее обязательно загоню на подъемник. И в процессе этого самого обслуживания я вам все покажу и расскажу. Расскажу, что тут происходит с пневмой, что тут вообще по подвеске. Все это расскажу уже в следующей серии. И в следующей серии именно по этому Mercedes. То есть, я не буду затягивать, потому что самому интересно посмотреть, скажу одно, что я когда ее брал, эту машину еще в первый раз прокатиться, я под ней полазил, так чисто на коленках перед ней, посмотрел, что там ничего не висит и ничего не капает, собственно. И на том спасибо, грубо говоря, да. Вот. И в дальнейшем эта машина будет у меня появляться на канале, потому что я думаю, что я все-таки что-то придумаю с ней интересного. И надеюсь, что на нее найдется свой зритель, который поддержит все это дело в комментариях, лайком. И, возможно, вы поделитесь этим видео с кем-либо еще. И мне будет только приятно. Ну, а я, в свою очередь, поехал на данный момент катать. Погода шепчет. И машина провоцирует на то, чтобы не сидеть дома тоже. Так что я поехал. Ну, а мы с вами возвращаемся, кстати, на дорогу. Продолжаем движение. А вот этот вот самый перевал. Снега нет, но вы держитесь. Все равно тыпим на подъеме. А почему? Ну, потому что медленные траки впереди едут и собирают за собой пробочку. Туман. Такой прям густой туман. Вот такой подъем. Подъем достаточно крутой и он стяжной. Предписано траком двигаться по правой полосе, но как бы я двигаюсь намного быстрее, чем эти траки, потому что у меня вес груза очень-очень легкий. и поэтому могу позволить себе двигаться с установленной скоростью на данном участке по левой полосе. А на прошлой неделе здесь снега было, помните, сколько? Если не помните, то серия будет закреплена выше, в углу посмотрите. Снега было очень много. Так много, что дорогу закрывали. Смотрите, справа двигается пикап. Вот просто у кого-то хватает мозгов в такие погодные условия и ездит без осветительных приборов. И причем он далеко не первый. И я его вот увидел вот-вот-вот. Он буквально перед капотом появился, заговариваться начал. И, ну, собственно, я его пытаюсь объехать. Он еще и ускоряется. Не дает. Не дает себя погнать. Ну ладно, пускай люди. Просто складывается такое впечатление. Что категория таких водителей, они, не знаю, сохраняются как в компьютерной игре, что ли, когда садятся за улы, чтобы, ну, типа, а, начну из дома, если там что-то случится. Вот я ехал с одной и той же скоростью. И вот он ускорился и уехал. Уеду. Субтитры подогнал «Симон»! Заскочил на заправку. Запланированная остановка. Надо было дозаправиться. И это будет первая и единственная заправка на моем пути, на данном маршруте. Вот. Осталось ехать 680 миль. Не так уж и много. Сейчас маленечко подышу, прогуляюсь, освежусь и продолжу движение. Так интересно сделано. Заправка находится прямо передо мной. Там есть небольшая парковочка дальше, но она очень небольшая. Основная парковка находится вот здесь. проехал перевал, а снега нет. Хотя неделю назад здесь был такой коллапс снежный. И я бы даже и не поверил бы, если честно, если бы мне бы об этом рассказали. И если бы я тут сам не ездил. Ну да ладно. Все. Ушел. Буду когда вернуть. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok А у меня незапланированная остановка, потому что пробка. Встали из-за аварии Впереди авария, зеркала грязные Но там тоже Сзади уже машин подъехало очень много Эх, сейчас бы рация Не помешало бы узнать Что там именно случилось Если заблокирована, то какая полоса Или вообще дорога закрыта Не знаю, но Google навигатор показывает, что Дорога открыта, просто пробка на полчаса А траковый Навигатор Тоже показывает пробку И все А протяженность и время Что-то не показывает В общем, стою А так не хочется Время терять После 20 минут в пробке Пришло оповещение, что закрыта дорога Ночка обещает быть долгой Продолжаю стоять в пробке В общем, ситуация такая Впереди, буквально в 5 милях Отсюда, от нас Произошла авария Авария, в которой Участники Это трак с трейлером И 4 легковых машины Там что-то потяжелое Там есть пострадавшие Жертвы И поэтому Все так медленно Сейчас позвонил в Highway Patrol Дорожная служба Патрульная И Там вообще подсказали Что дорога будет закрыта Как минимум до 12 часов ночи А может быть даже до утра И вот до утра мы здесь В общем прилипли У меня сегодня было два выбора Пути Грубо говоря Пойти налево Пойти направо И я поехал налево Ну в смысле Ну вы поняли, да? Ну вот Я поехал в общем по пути Наименьшего сопротивления Как я подумал Потому что другой путь был через Атланту Через еще там несколько городов И я подумал Зачем мне это надо? Зачем я буду ездить по городам Когда я могу проехать чисто по дороге Так вот С минимальным количеством Населенных пунктов на моем пути А тут вот Собственно Такая ситуация Вот Так что Буду стоять ждать И кстати Люди Сейчас возмущены Возмущены Ну да на самом деле По-другому не знаю как сказать И говорят Что у них кончается бензин У них нет продуктов Нет элементарно воды Они говорят Без проблем Мы сейчас сюда пригодим бензовоз И Фудтрак Ну то есть Машина которая Продает еду Вот Как-то так Не знаю Пригодят Не пригодят Я надеюсь что мы Максимально оперативно быстро поедем Хотя уже полтора часа стою Вот И время у меня На данный момент Пол одиннадцатого То есть И еще полтора часа стоять Получается Как минимум Вот Но как получится Я не знаю Такие дела Ну да Ну да Я не знаю Я не знаю Я не знаю Как минимум Я не знаю Я не знаю Вот Вот и само место аварии. Лежит капот. Акватор подъехал. Он сейчас его будет забирать. Трак не видно, но может быть уже утащили. Пожарники впереди стоят. Да, вон там пробито ограждением было. Машина еще стояла помятая вроде как. Ну вот, такие дела. Все. Два с половиной часа в пробке и снова в строю. Друзья, привет. Начало нового дня. Я запрыгался на тракстапе. Еле нашел место, если честно. Погодные условия. Тем не менее, что я уже в Джорджии. Оставляли желать лучшего. Был очень сильный дождь. Все тракстапы и рестери. Все было забито как никогда. Хотя выходные. Что удивительно. Вот. Но да ладно. Местечко нашел. Переночевал. Уже перекусил. Сделал питья и готов выезжать. До доставки остается всего лишь. И у меня навигатор 230 миль. Вот. И все. И на этом груз будет выполнен. Не теряем ни минуты. И поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Друзья мои. Я добрался до Флориды. Наконец-таки. Запарковал уже свой трейлер. Нахожусь на компании Amazon. На парковке компании. Большой склад впереди меня. И значит. Миссия моя выполнена. Трейлер доставлен. В целости и сохранности. Все вовремя. Все как по часам. И я. И мой крепыш. Мы заслужили отдых. Так что сейчас. На данный момент. Выезжаю на нем на мойку. Потому что за то время работы. Пока мы мотались везде. По всем разным штатам. Он нахватался с солью. Весь такой грязный. И вот это все дело надо. Надо у него. Вымывать. И вроде как попал-то в дождь. Ночью. И машина-то выглядит вроде чистой. С одной стороны. Но с другой стороны. Все надо хорошенечко промывать. И вымывать. Ну а потом уже отдыхать. Заслужил я отдых. И он тоже. И кстати. Скажу я вам. Ощущения такие. Знаете. Вчера был в Кентаке. И температура была минус 4 градусов. Программа показывала. Что чувствуется как минус 8. Был ветер. Достаточно зябко. Прохладно. Сегодня. Красота. Флорида. Плюс 27. Просто невероятное ощущение. На самом деле. Пальмы. Зелена. Слушайте. Контраст меняется. Прям на глазах. И вот такая вот она. Природа Флориды. Природа Америки. Я хотел сказать. Что. Такая вот разная. Что за сутки. Может. Так меняться. Так меняться. Ну ладно. Ни крем. Ни минуты. Погнали. Намойка. В будний день заехать на мойку без очереди. Это нереально. Реально только ночью. Немного. Ну. Ну. Ладно. Постою подожду. Уже стою и жду. Точнее. Полчаса. И. Как минимум еще столько же. Но я думаю. Что моя очередь будет продвигаться достаточно быстро. Потому что впереди стоит два головастика. Возможно. Их сейчас загонят даже парой. Но это не точно. Но в любом случае. Я еду домой. Мне уже никуда не надо. Я уже везде успел. Так что стою спокойненько. И жду своей очереди. Ну что. Спустя час подошла моя очередь. Сейчас подходил старший сменный бригадир. Я не знаю кто он у них. Ну. В общем. С расценками обычно. И спрашивают. Что будем мыть. Как будем мыть. И. Так как я накатался по соли достаточно. Я. Сказал. Что мне нужно помыть. Трак снаружи. Плюс двигатель. И покрыть его весь антидождь. Использовать покрытие. Так что. Примерно. Стоимость такой мойки будет стоить 60 долларов. Там. Плюс-минус. Там. Пару-тройку центра. И все. Сейчас. Как раз. Домываю трак. И. Я буду заезжать. Примерно. Так. Что. Час ожидания и 15 минут делов. И вот такая красота. Чистенький, свеженький. Ну а теперь смело можно ехать домой на отдых. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я в Орландо. Приехал на парковку. И это уже непривычное место. Это территория СТО. Здесь работает мой знакомый. Я оставляю свою машину здесь. На следующие две недели. Это будут санаторно-курортные недели для моего трака. Дело в том, что данное СТО занимается ремонтом, обслуживанием грузовиков. У них здесь есть и подъемники. Они здесь делают капиталки, моторов, коробок. Обычно техническое обслуживание здесь также производят. В общем, достаточно обширный спектр услуг. И здесь очень хорошие цены, хорошее качество. В общем, я сервисом этим здесь очень доволен. Поэтому без проблем оставляю свою машину. И также я буду знать, что она здесь в надежных руках, так как территория охраняемая. Территория закрывается в ночное время. Здесь камеры и все остальное прочее. Собственно, что по машине собираюсь сделать? Это, во-первых, диагностика будет произведена вообще, в принципе, на наличие каких-либо неисправностей. И, возможно, я получу какие-либо рекомендации по его техническому обслуживанию. Также будет произведена замена масла, замена фильтров. Его весь полностью промажут. И появилось небольшое запотевание по подону. Соответственно, будет сниматься подон, будет меняться прокладкой. И как-то кто-то из вас, друзья мои, писал мне в комментариях, что на этих двигателях Detroit Diesel 15 нужно на пробеге свыше 600 тысяч менять уплотнительные кольца на маслонасосе. Соответственно, раз подон будет сниматься, кольца будут тоже поменены. Ну и как бы так, по мелочам, также будет поставлен дополнительно установлен размыкатель цепи, размыкатель массы. То есть у меня нет той самой массы, и когда я его оставляю, я батареи не отключаю, получается. Я отключаю все энергопотребляющие приборы, инвертор, полностью всю технику, которая может, так сказать, питать электричество, подсасывать его во время простоя. И батареи, в принципе, держатся. Но я решил установить, в общем, этот размыкатель цепи. Также, что хочу еще сказать. Мой конь со мной. Я покупкой очень доволен. И напишите в комментариях вообще ниже, как вам такой автомобиль за 180 тысяч рублей. Купили бы себе такой. Ну, соответственно, если бы не было бы налогов вот этих сумасшедших в той же Российской Федерации на объем, лошадиные силы и прочее, прочее. Стоит он этих денег? Не стоит. Просто интересно ваше мнение. Если кто-то имел опыт владения таким автомобилем, пишите в комментариях. Также интересно будет почитать. А я, в свою очередь, покупкой очень доволен. И меня эта машина радует. И посмотрим, как это жить с V8. Ну, и я на данный момент собираюсь ехать отдыхать. Я себе тоже устрою полноценный отдых. Двухнедельный. И обязательно что-нибудь вам подсниму интересное и расскажу. Ну, а на данный момент всех обнял, приподнял, на место поставил. Всем руку пожал. Всем счастливо. И пока. До скорых встреч. Едешь такой, ничего не подозреваешь. И тут в окно смотришь. Тебя обгоняет такой монстр. Он со мной на перегрёздке поравнялся. Его колесо как раз-таки на уровне моего окна было. Toyota RAV4 с ним, по сравнению с ним, мол, литражка. Тебя обгоняет то, что раньше меня не даетtать. Хочу ты lettал. Я отец. Да, я отец. Тебя обгоняет такой маленький хат. Тебя обгоняет... Тебя обгоняет почти послеん. Для этого будет очень большой прокurauen, да? Но он смотрит, как я вам поднимает. Тебя обгоняет, это... Субтитры сделал DimaTorzok